Здравствуйте! Нежные росточки огурца и сами плоды очень часто поражаются грибковыми заболеваниями, то есть наши любимые огурцы болеют. Основной причиной заболевания огурца является неправильный полив. Прежде чем рассказывать вот о болезнях огурцов, я хочу сказать, что очень многие болезни провоцируют именно неправильный полив. Как многие поливают? Во-первых, исключен полив холодной водой. Для огурца обязательно вода должна быть температурой такой, которая приближена к земле. И учтите, что земля у нас более горячая, чем даже воздух. Поэтому отстаивайте воду и нагревайте ее. Никогда не поливайте огурец таким образом, чтобы он ушел мокрый в ночь, особенно во второй половине лет, когда ночи становятся холодными. Не поливайте огурцы по листьям, потому что мокрый лист – это как раз добыча для возбудителей грибковых заболеваний. И поливайте огурцы редко, но обильно, потому что у нас получается, что мы верхний слой полили, нам кажется влажно, а корни намного глубже. Корня в поисках воды приходится выходить на поверхность, а там пересыхает все быстрее, растение ослабевает, а слабое растение – это как раз добыча для грибковых заболеваний. И не перекармливайте растение ни азотом, ни органическим удобрением, потому что перекормленные здоровые листья, они становятся рыхлыми, и это опять-таки добыча для грибковых заболеваний. Чем же болеют огурцы? Главное и самое вредоносное заболевание огурца – это мучнистая роса. Иногда бывает за сутки растения покрываются белым налетом, начинают вянуть и в конце концов пропадает. От мучнистой росы препарат ТАПАС, ТИАВИДЖЕТ, ПРОТОН и ЧИСТОФЛОР. Этими препаратами, кроме ТИАВИДЖЕТа, мы опрыскиваем растения до плодоношения, а ТИАВИДЖЕТ применяется и до плодоношения, и во время плодоношения. Ослабленные растения, которые еще не сильно поражены мучнистой росой, после обработки можно еще опрыснуть эпином для того, чтобы укрепить их иммунитет. Эпином даже не можно, а нужно растения опрыскивать, даже если нет еще заболеваний. Эпин укрепит иммунитет и поможет справиться с вспышкой заболевания, если она вдруг случится. Огурцы еще могут заболеть пероноспорозом. Это так называемая ложная мучнистая роса. Вот если мучнистая роса, почему она называется мучнистой? Кажется, что растения присыпаны мукой, то пероноспороз, они просто белеют и потом высыхают. Болезнь может мгновенно поразить все растения. И здесь также является главным фактором, во-первых, влажный и холодный период, и второе, резкий перепад температур. Вот этот резкий перепад температур приводит в стрессовое состояние растений, растения ослабевают иммунитет, и в результате получается вспышка пероноспороза. Лечится заболевание хомом, лечится заболевание бордовской смесью, но после обработки этими препаратами 20 дней снимать урожай нельзя. При малейших признаках заболевания хотя бы одного растения, это растение лучше удалить, потому что если грипп вошел в растение, вылечить это растение практически уже невозможно, а оно заразит следующее растение. И таким образом можно остаться и без урожая. Внимательно следите за вашими растениями, а наши советы, я надеюсь, помогут вам уберечь растения от заболеваний и собрать урожай.